Ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать, и мы начинаем играть в такую увлекательную кругу, как Майнкрафт. Да, совсем неожиданно, не гаданно поспел новый сезончик по майну, и я так скажу, это не просто сезончик, это новое хардкорное выживание на сборочке с модами. На версии 1.15.2 сборочка называется Q-Tech, это не моя собственная сборка, но говорят люди, это неплохая сборочка, особенно учитывая тот факт, что достаточно на новой версии с новыми механиками, я думаю, это будет достаточно интересно. Заспавнились мы на острове, где не единого дерева, к сожалению, и сейчас я плыву в поисках ресурсов для изначального выживания. Опа, нефть. Silent Machines, я половину модов, которые здесь установлены, к сожалению, не знаю, но я думаю, со временем мы с вами эти все моды изучим. Опа, как быстро исчезает дерево, это замечательно. Хм, коровки, коровок не мешало бы убить. Какая-то неизвестная руда, уже вижу железо, тут дофига всяких новых блоков добавлено. Это будет достаточно интересное выживание, я так думаю. Ну и раз пошла такая пьянка, начнем создавать понемножечку, и первые инструменты надо будет скрафтить. Кирку я скрафтил, и сейчас нужно докопать немножечко камня. А, кстати, я так не сказал, целью этой сборки, как ни странно, будет прохождение вот этого вот Q-Tech дерева ачивок, и ни в коем случае я ни у кого не спер эту идею, не-не-не-не-не. Не обрасти. Надо будет сейчас попробовать скрафтить наши первые каменные вещи, и сейчас я хочу посмотреть, работает ли мод на рубку дерева. Ага, его тут нет? Замечательно. Возможно, даже придется мне его сюда поставить, потому что без этого мода вообще не будет интересно. Или я просто не до конца разобрался, как работает эта данная медификация, может быть, даже она на самом деле здесь есть. А теперь время настало убить парочку ровных. Все, маленького теленка я трогать не буду, и дальше побегу на поиски приключений. Планирую я сейчас найти примерное место для выживания, где я смогу обустроить нашу изначальную базу. По дороге я все же собираюсь собирать весь тростник, который я нахожу, потому что впоследствии мне понадобится он в гигантских количествах. Как минимум я вижу осьмей, железо, уголь. Я в ближайшее время, конечно, в шахту не собираюсь, а вот овец бы я сейчас убил, так как с них шерсть мне понадобится на кровать. Я слышал сейчас эндермена, что? Опа, здрасте, товарищ эндермен. Даже ночью не наступил, а он уже появился, ладно. Но уже смиркается, кстати. Надо скорее искать место для ночлега. А вон эндермен. Ой, зря я в него посмотрел. Так, 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 тихо, 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 братан. Только не телепортируйся. И всё, ничего не тропнул, ой, какой засранец. Ладно, постараемся идти дальше, постараемся не умереть. Блин, ещё одной овцы не хватает, серьёзно, для кровати? Хм, храм. Давайте заночуем в храме. Да, замечательно, у меня даже голод кончился, я бегать больше не могу. Ага, вот и первый зомби, шикарный. Ой, ну вас нахер, ребят, слушайте. Идите лесом. Тут нету других входов. И что есть замечательно. Правда, у меня не хватает камня для ляжет на печку. Хм, плохо, плохо, плохо. Может быть я смогу сделать камфайр? По идее могу, только мне не хватает флинта. Ну ладно, попробуем тогда вскрыть громницу, может быть там что-нибудь интересное. В первом сундуке из интереса только золотой яблок. О, железо, класс. Тут вообще ничего интересного, а тут первые алмазы. Хм, неплохо. Так, а сейчас не понял, почему печка не крафтится. Ладно, так, может быть у неё изменённый рецепт. Ага, нужен торт. Так, класс, а где я торт возьму? Попробую сейчас позабираться в шахту. Попробую найти сейчас здесь какой-нибудь, не знаю, уголь. И что-то попробую с этим сделать. Заодно накопаю немножко каменного. Ага, я даже уже сточил свою каменную кирку. Нашёл немножко железа и осми, а толком ничего интересного не нашёл, к сожалению. У меня есть хотя бы железо. Я могу максимум что-то себе скрафтить, а тащить. И, к сожалению, мне пока придётся скрафтить, наверное, каменную кирку. Ну что ж, погнали. Где сейчас нету тут голодных и страшных тварей? Вроде нет. О, замечательно. Серьезный. Опа, я слышу паука, но не вижу где он. Ага. Зомби, пауки, супер. А вот и маленький зомби. Ну-ка иди сюда. Тут тебя отравляют, когда тебя бьют. Офигеть. Ага, уже начали мобы гореть. Замечательно. Надо сейчас справиться с этими криперами, чтобы было вообще всё шикарно. У меня очень мало хп. Это мне очень не нравится. Но, тем не менее, я могу сейчас максимум что-то пособирать немножечко сена и скрафтить себе хлеб. Надеюсь, из-за этого на меня жители не будут терчать. Так, хлеба я себе надыбал. Немножечко, конечно, но всё же. Сейчас хотя бы есть возможность порегенерировать. Мне надо собрать сейчас всё сено, которое здесь есть. У меня больше стака уже получилась хэя. Или, вернее, этого сена. И даже это очень-даже замечательно. Какая-то очень плохая деревня, на самом деле, попалась. Вообще ничего интересного. Но кроватья у вас тыль. Не терпчайте, ребят. Ладно. Деревню мы облутали эту. Надо искать идти дальше. Это что такое? Простите, пожалуйста. Это всё нефть, хочешь сказать? Или что это? Там наверху что-то стоит. Нет, это не нефть. Слушай, это какой-то чёрный блок. Базальт. Это лупагер. Мне, конечно, интересно, что наверху у него за блок стоит. Но пока я это узнавать не особо хочу. Ладно, побежим дальше. О, зелёная поляна и домик. Неплохо, неплохо. Вы не представляете, как сильно я рад. Вы не представляете, как я сильно рад всё-таки видеть здесь деревню. И это очень даже, кстати, она неплохо выглядит. Я посмотрел эту деревню, и, в принципе, ничего интересного здесь нет. Единственное, что я не заглядывал в этот домик, конечно. Книжные полки! Охренеть! Вот это сюрприз, конечно. Спасибо, ребят. Спасибо за подгон. 24 книги. Это 6 книжных полок. Это просто офигенный подгон на начальном этапе игры. К сожалению, больше ничего полезного в этой деревне не было. И я побегу дальше. О! Уголь! Случайно бродил по шахте и увидел уголь. Замечательно. Теперь мы можем скрафтить печку. Вот эту шахту я сейчас пойду исследовать. Поставил здесь кровать. Давайте здесь заночуем. И теперь у меня есть замечательный здесь спаунпоинт. Надо будет сейчас поставить здесь парочку сундуков. Складировать сюда вещи, взять еду и пойти уже исследовать шахту. Так, 27, в принципе, блоков дерева мне должно хватить. На изначальное время и сейчас я скрафчу здесь парочку сундуков и поставлю их. Для того, чтобы, если бы я умер в шахте, мне не бежать туда с голой задницей. В принципе, вот такого вот набора мне должно хватить в шахту. И сейчас мы туда отправляемся. Хотя изначально давайте сейчас парочку угля соберем с вами. И сделаю я себе сейчас изначальные инструменты из осми. Что даст мне нехилый такой буст по производительности. Тем более, что осми у меня есть 8 штучек. И на 2 кирочки это хватит. Надо бы найти, в чем именно осми пережаривается. Так, у меня он пережаривается только в бласт фурнейс. Хорошо, давай я его сейчас скрафтим. Для того, чтобы скрафтить вот эту вот бласт фурнейс, мне сначала понадобилось скрафтить обычную печку и в ней пережарить камень. 3 штучки именно. Ну и, пожалуй, 3 штучки мы и пережарим. Железа, я надеюсь, там у меня хватит. Так, стоять. Тут нужно 5 железа. Хорошо. А у меня есть только 4. Блин, зря сделал щит. Ну ладно. Как я еще смогу получить железо? Я его могу только найти, да? Так, к сожалению, железо могу только найти изначально. И в итоге зря я, наверное, скрафтил себе щит. К сожалению. Ладно. Я видел там, в той деревне, голема. И, в принципе, его можно попробовать убить. Я уже в деревне. И осталось лишь найти этого долбаного големчика. И я надеюсь, что не придется мне долго так его искать. Здрасте. Чё ты думал? Ты нормальный, да? Ууу! Вы ничего не видели. И это было случайно. Это, кстати, было так задумано. На самом деле, я так хотел проверить, работает ли тут мод на могилы. То есть, если ты умираешь, вещи не просто рассыпаются, а остается какая-то могила. Так, где ты, голем? Выходи на рукопашный бой. Будем с тобой реваншиться. А, вот и могила. Здрасте. О, голем, иди сюда. Иди сюда, цыпа, 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 цыпа. Ага, осталось мне полсерца. Сколько ты мне дал? Опять железа. Неплохо. И теперь мне, по идее, всего хватает для того, чтобы скрафтить Блэст Фурнез наш. Всё, по идее, мы его поставили. И теперь мы можем полностью сейчас пережаривать наш космин. Но я пока пережарю всего шесть штучек. Для того, чтобы скрафтить банально всего лишь две кирки. Иииии шесть. Всё, замечательно. И крафтится две кирки у нас. Всё, и отправляемся мы в шахту. Наверное, разумно будет взять эту печку с собой. Потому что я собираюсь здесь хотя бы скрафтить изначально свою броню. На самом деле, очень страшно. И такой экшен происходит, когда ты буквально с голой задницы приходишь в пещеру. Я тут немножечко копался и пытаюсь как-то всё-таки обороняться. Но пока, на самом деле, особо у меня это не получается. А сейчас себе попробую скрафтить хотя бы броню начальную из Осмин. В приоритете будет у меня, наверное, клинок. Потому что мой чё-то как-то не особо. А этот наносит урон как алмазный. Всё, хотя бы с нагрудниками я более-менее защищен. Меня это не может не радовать. Сейчас ещё поищем ресурсов и можно будет отсюда уже выдвигаться. Хотя, на самом деле, я планирую здесь задержаться как можно дальше. Кто бы что ни говорил, но без счета я бы здесь вообще не выжил. Так что я его себе как минимум не зря скрафтал. На самом деле, мне встречается всё больше и больше здесь каких-то новых лут, которых я вообще даже не слыхал. Конечно, не хватает парочки модов, которые я бы сюда добавил. Но без особой надобности я добавлять сюда не хочу мода. Потому что всё-таки это не моя сборка и какое я имею моральное право на это. И каким-то чудным образом я самостоятельно, буквально без рытья всяких дополнительных лесенок наверх, выбрался из этой пещеры на удивление. И к нам пришёл такой вот странствующий торговец, на самом деле бесполезный для меня сейчас. Но тем не менее, мы добыли неплохо так ресурсы, хотя на самом деле хотелось бы больше. Но пока я думаю, даже этого мне количества хватит. Ну и как мне кажется, после такого замечательного похода в шахту, самое время заняться всякими квестами. Кстати, у нас даже на удивление перепрыгнули квесты. Неплохо, неплохо. Но для начала я хотел бы начинать выполнять все квесты по порядку, чтобы правильно проходить все эти квесты. Замечательно. Так, для начала нам нужно скрафтить этот кампфайр. И оп, забираем мы кампфайр из инвентаря. Чисто, чтобы он здесь был, чтобы перед глазами главное не маячил. Дальше надо посмотреть, какие квесты мы дальше выполняем. Поместить всё ваше на спину. Сделать простой рюкзак для последующего апгрейда. Замечательно. Нам доступно по идее бэкпаки. Да, замечательно. Простой рюкзак. По идее, это краситель и обычный сундук. Да? Но по идее, если он так легко крафтится, то мы его можем поставить. И крафт у нас бэкпака замечательно завершён. И у нас целых... И у нас достаточно много новых слотов. Поглядите, как открылось. Это очень даже замечательно. Меня это не может не радовать. Так, дальше посмотрим, что у нас по ачивкам. Правда, я немножечко перепрыгнул по ачивкам. Но я думаю, за это меня никто ругаться не будет. Данк на сторож. Какой-то данк надо с крафтом. Ни разу не игрался в тимонах. Данк на сторож. Уголь просто и бочка, серьёзно. Ну, раз такой простой крафт, давайте его и с крафтом. Бочка есть. И теперь данк у нас есть. По идее, если я всё правильно понимаю, данк это что-то наподобие хранилища, в котором может у нас одновременно храниться несколько предметов. То есть, допустим, если я захочу взять сюда уголь и засунуть всё это в одну ячейку. Да, у нас замечательно. 76 угля в одной ячейке. Надо бы уже начинать, кстати, постройку дома, а то я живу как-то непонятно где. По-хорошему мне вообще бежать в другое место, потому что это место мне что-то как-то не особо нравится для проживания дальнейшего. Из ачивок я больше пока ничего не хочу выполнять, потому что последующие ачивки требуют у нас именно того, чтобы мы были уже на базе. То есть, у нас должна быть база, какая-никакая. А вот это вот место я базой назвать, к сожалению, не могу. И что ж, тогда приступим к тому, что будем сейчас планомерно переезжать в другое место, где я захочу остаться на долгое время. Ну, я походу нашёл. Нашёл то место, где я хочу обосноваться. Мне вот этот вот полуостров очень приглянулся, потому что, наверное, я могу сделать из этого остров, и он, в принципе, очень ровный. Вот эта вот река просто выглядит обалденно. Посмотрите, как она простирается вдоль горы. Вот эти вот величественные горы здесь выглядят просто великолепно. И также здесь просторная луга. Здесь, в принципе, очень много живности, и обосноваться здесь будет очень даже хорошей, мне кажется, идеей. Да, выглядит, конечно, это всё убого. Но за неумением лучшего варианта имеем, что имеем. Да, конечно, из меня строитель тот ещё. В Майнкрафте особенно. Ну, что ж поделать. Да, это потом будет переделано обязательно в порядке, потому что это что-то с чем-то. Вообще, это планировалось как временный шалаш. Но за кадром обязательно я всё это разровняю. Но сейчас просто есть другие дела, которые сделать нужно в приоритете. Единственное, что мне не нравится здесь поблизости, особо не растёт ничего из деревьев, и поэтому нужно будет всё сейчас выращивать самостоятельно, особенно учитывая тот факт, что дерева у меня, в принципе, не осталось. Так вот, пока я сюда бежал, я нашёл парочку заброшенных кораблей, и у них в сундуках были парочка вот таких вот интересных предметов, например, морковка и картошка. Хотя я мог это взять в деревне, но я всё же взял это из заброшенных кораблей, чтобы жители особо на меня не бургодили. Всё, поле немножечко растёт, замечательно у нас тут идут киросы, всё у нас замечательно. Ну и, в принципе, я думаю, что на такой замечательной ноте можно потихонечку и заканчивать. Ну а всем спасибо, что оставали со мной на протяжении всей этой серии. У микрофона был, как всегда, ваш покорник Слугомомору, ещё увидимся.